И Бримастер Таск от OG, причем сразу же Бримастера забирают, это довольно интересно. Почему Бримастер залетает так рано? Учитывая, что Умни Найты забанили, будут развлекаться с этим Бримастером. Сам по себе герой хороший, даже там не против какого-то Умни Найта, не как контрпика, в целом герой на оффлейн, который стамбильно заходит для СФО, на котором СФО умеет играть. Элфуай берут Рейзер на первой стадии, повторяется отчасти пик на предыдущей карте. Но здесь все-таки есть уже 2 мили героя, как минимум, и в принципе Рейзера можно поставить в легкую, где Бримастер будет не сладко. Против этого Рейзера, в целом вот снова у нас появляется такой вот герой, не самый тривиальный, на первой стадии. Да, это, в общем, видим мы, что в Китае, видимо, это какая-то мета локальная с этим Разором. Не знаю уж, что он так им полюбился, но может быть здесь мы увидим. Но опять же, ну, против Бримастера, да, он нормально может постоять, но у Бримастера это совсем другая задача в игре, в целом, и он будет поднимать и Разора. Кстати говоря, очень неплохо можно различные... Ну, в общем, диспл будет работать, так или иначе, уже в этом пике. Но пока что все еще Бримастер непонятно. Я думаю, что сейчас мы должны будем понять, зачем же он взят, почему именно с этого героя все началось. Бримастер это герой, который создает время в драке для того, чтобы можно было выключить пару героев и быстро кого-то зафокусить. ДК, Деспрофит, Огр, Омник, Виномансер, Баунти, Хантер. Каких-то очень таких неприятных героев решили ЛОФЛАЙ убрать. Хотя, честно говоря, не помню, чтобы с БХ играли часто ОДЖИ. Сикреты у нас славятся тем, что играют с БХ. Грамотно уже очень забанили. То есть героев, которые ЛОФЛАЙ появляются часто, героев, которые в принципе сильные очень в этой мете. Да, герои против Супер Морфлинг, который пока появляется недостаточно часто, по моему мнению, намного чаще должен появляться. Герой очень сильный. И уже в рейтинге, например, на ХММР, если зайдешь, посмотришь матчи, то очень многие игроки Морфлинга чувствуют. Либо берут, либо его банят на стадии еще как раз-таки выбора героев. Потому что герой пока, ну, он недооцененный. Хотя, по факту, возможно, даже сильнее стал, чем был. Если его прям грамотно реализовывать. Даже его ультимейт может быть нереально полезно. Там ты в драке против какого-то джиггернаута. Берешь джиггернаута, ставишь хлин в вард, нажимаешь Блэд Фьюри. То есть вариантов там настолько много. Я, как и смотрю игры с Морфлинга, просто удивляюсь, насколько этот герой сильный в умелых руках. Насколько он опасен, насколько он круто фармит и потом убивает все, что видит. Эбанно, Аталл оф Уай. Тем временем в ВП у нас уступили Вичи Гейминг Джереми Шторм. Внезапно. Ну, как внезапно? Я не могу сказать, что от ВП прям мы ожидали. Замена. Замена результата. Да, замена. Замена есть. И неспроста же говорили, что Соло это капитан, который делает команду. Неспроста Соло получил Мерседес. Это все было не шутки ради. Соло реально, хоть он на пятой позиции, хоть он и без денег, но координация команды и, в принципе, то, что он делал, это давало огромный толчок ВП. Поэтому неудивительно, что так происходит. Ну, посмотрим. Ну, ладно. У нас еще игры ВП будут. У нас завтра игра на ВП Нави. Это тоже будет очень интересно посмотреть. Пока УДЖи ЛФуай. Шаман для УДЖи. Очень крутая пара саппортов. Туск и Шаман. Очень агрессивная. Очень боевая. Им не нужно много артефактов. Для ЛФуай появляется такой классический Дизраптор. Который тоже очень хорош. Может быть, но если там не даст туск какой-то прям качественный сноубол и подсейвит тиммейтов от Глимса или других способностей. Пока что, если не брать этого Разора, то все довольно логично выглядит. Хотя, если это какой-то Разор, знаешь, в оф-линию, то получится, что они коров и не спалили даже. Но, в общем-то, саппортов забирают прежде всего. Брюмастер, Таск, Шаман. Ну, Дизраптор не сказать, что прямо хорошо против этих героев работает. Хотя Сайленс против Брюмастера неплохая штука. Но самое главное, конечно, Дизраптор универсальный. Ну, достаточно универсальный. То есть, если этот герой покупает Аганим, он полезен абсолютно всегда. И настало время УДЖи уже выбирать, через что они будут играть. Может быть, опять Медуза? Может быть, да, Медуза, герой универсальный. Правда, это будут Медузы уже без Дроу Рейнджер. Хотя, черт, а с два Медузы без Дроу Рейнджера показывают. Это СФ. Пока СФ. СФ, новый СФ. СФы, которые нынче покупают себе. Блинк Даггеры, Еулы, Аганимы идут и разваливают. Такие вот основные СФы вот эти, вот помните, магические СФы времен Сумаила 2015 года? Ну, конечно, так, Рейзы аппули, что не ничего удивительного, что магические СФы. Рейзы и таланты тебе как бы намекают, что можно-то и Рейзами, ультимейтом носить урон. Для ЛФА герокоптер. Формируется такая вот неплохая дабла. Дизраптор плюс гирич. Рейзер, Миттер, Спирит, Ром ищи, Саппорт. Для ЛФА нужен оффлейнер. Знаешь, такой у ЛФА какой-то универсальный пик. Вот такое ощущение, что чтобы вот вниз, даже если не смотреть, просто посмотреть на пик ЛФА, такое ощущение, что чтобы не вязал соперник, их герои будут работать. Урт Спирит, ну, почти всегда полезен. Дизраптор, разор нет. Ну, тем не менее, разора как бы взяли. Ну, тоже там он какую-то свою задачу будет выполнять. Но герокоптер это опять же герой, который почти всегда залетает. Такой дефолтный пик. И остается последний герой. Видимо, я даже не знаю, вот в этой ситуации, учитывая, что у них есть Терр Спирит, Дизраптор, они реально могут сыграть без оффлейнера инициатора и поставить туда разора вначале. Или как-то поставить, как ты говорил, вот дабла, герокоптер, Дизраптор или даже трипла, герокоптер, Дизраптор и Спирит, разора на легкую и взять сейчас мид против СФА. А что у нас хорошо в мид против СФА смотрится? Какая-нибудь темпларочка? Да, на самом деле много героев. Квин оф Пейн может появиться, которые просто шедоустрайком будут закидывать. Хотя Квин оф Пейн реально, она есть вообще? Да, Квин оф Пейн есть. Может быть. Контроль, ну, только Шаман, по факту, реальный контроль для Квопы. Ага, ага, это Рейзер, все-таки, видимо, соло-мид. Или герокоптер даже соло-мид, возможно. Герокоптер, может быть, соло-мид пойдет через ракетку, будут играть, просто будут плеваться в СФА. Начи с профит на сложную, Рейзер на керри. Мне вот как-то вот так вот видится, если мы такой вот пик видим последний, что именно Гирыч пойдет в мид, и там будут просто гнобить СФА, кидать ракету постоянно. СФА будет непросто. Да, это довольно интересный выбор. Начи с профит от LFY. Начи с профит это довольно серьезная агрессия, если, допустим, он пойдет на легкую линию, и трипла в сложный, он может туда постоянно подключаться, взять рано шестой, закидывать свой ультимейт, помогать трипле. Так играли еще в 2013 году, 12-13. Профит на легкой, получает быстрый шестой, постоянно прилетает, и линия у тебя сильная, а здесь Брудмазер. Брудмазер. Ну, это не Тейл, а Брудмазер, в общем, не впервые мы это видим. Не сказать, что здесь, ну, против, конечно, против того же там Nature's Profit и Разора она будет смотреться неплохо, вот против Гирокоптера не так здорово. Напомню для всех, Брудмазер теперь не уходит в инвиз, и немножечко это изменило данного героя, но во всем остальном она осталась такой же. Пауков переработали, но, честно говоря, даже непонятно, вот в плюс отстало или в минус. То есть им сделали меньше ХП, но подняли броню, подняли резист, и они как бы остались такие же. И есть талант на ХП паукам. То есть Бруда через Пауков становится, казалось бы, реальностью, если бы этот талант не брался на 25-м уровне, когда уже Гирокоптер заряжен, и всех Пауков все равно будет убивать. Поэтому, скорее всего, это будет классическая Бруда, ну, как через физурон, без Паучков, ну, в смысле, с Паучками, но это будет не главная ударная сила. Главное, что Нутейл будет фармить много, вот что самое важное, что Бруда разгоняется очень сильно вначале, Бруда почти на любой линии, чувствую себя очень комфортно. Я хочу посмотреть расстановки Луфлай, то есть это Рейзер все-таки на мид, это все-таки Гирокоптер. Но решили так. Честно говоря, не знаю. Если бы пошел Гирокоптер на мид, СФ было бы непросто. Просто один хомин мысл чего стоит. Не могу сказать, что Рейзер прям огромная угроза для СФа. Ну, может быть, в какой-то дабле, может быть, Расперед будет стоять постоянно на центре СФ и напрягать. Использован от команды OG Smoke. Притом Smoke, скорее, знаешь, такой, чтобы выйти и поубивать. Учитывая, что у ребят есть Туск, учитывая, что у ребят есть Шаман, я думаю, что убивать и не хотят. Пока о фейк-сетках. Посмотрим, куда Нутейл пойдет в итоге. Пока фейк-сетка на мид, и Луфлай сейчас кто увидит, поймут, что к чему. Гирыч сейчас палил. Ну да, Гирыч спалил, и уже никак не пойти. Придется отходить назад, может быть, как-то повардить. Там Пинькет и Луфлайдут параллельно сейчас посмотрят, увидят, что на верхней руне у команды OG никого нет. Да, ну и в итоге расстановки посмотрим чуть позже, пока трудно прям делать выводы. Ну, скорее всего, это все-таки фейк-сетка. Ну, мне не нравится пик OG, я вот так подумал. Слишком круто по итогам будет заходить Дисраптор с этой брудой, которая теперь особо не спрячется никуда в инвиз. Конечно, всегда есть вариант, что OG там перефармят, как-то бруда будет всех съедать моментально, но мне больше нравится пик Луфлайд. Он выглядит понадежнее по итогам. И опять же, как бы ласт пик бруды, с одной стороны против Розора на линии смотрится неплохо, но с другой стороны в драке потом, это как раз та самая цель, на которую можно кидать поводок. Она, конечно, быстрая, но от Розора тоже непросто убежать, он тоже быстрый. Поэтому здесь... Ну, давайте смотреть за реализацией. Это все, что нам остается. Флай и Резолюшн на миде. Супер против них. Пока что один. Опять вот этот вот соло-мид Разор. Ему нужна, на мой взгляд, все-таки поддержка. В общем, кстати, у Резоля второй раз уже Разор на центральной линии против героя, который Разора не боится. Разор начинает на тебя набегать, получает дальние, средние, ближние и все. Да, и вот что происходит с брудой. Вот что происходит с брудой. Видите? Ну, Тейло еще вообще такая приходит, просто с топориком, очень агрессивно у него, мол, клэрити пять штук взял, ничего себе. Сейчас ему сделают клэрити там, быстренько, на верхней линии. В инвиз уйти не может и все. На центральной линии. Правда, на центре попытка будет убить супер, и непонятно, кто быстрее ФВ сделает. Кстати, клинк есть, но не в Шадоу Финда. Шадоу Финд, нет Шадоу Рейзов. Правда, надо ставить именно ласхит. Не получилось, в итоге делает Ферст Блад. Иначе с профита, а Шадоу Финд остается без фрага. Это очень неприятно, на самом деле. Это прям вообще провал. Там просто Резолишн ударил, он мисс. А, не попал. Так бы сейчас у него было бы просто 18 душ, там. Читай, иди. Просто доминируй, унижай эту линию. Немножко не повезло. Да, вот в чем разница между старой брудой и новой, конечно. Казалось бы, да, там инвиз на профессиональном уровне, но все равно ты не можешь позволить себе купить сразу там все центры, наставить их, все равно бруда где-нибудь спрячется. А здесь нигде не спрятаться. И Фурион просто начинает вот выщелкивать этих пауков. И пеньки их тоже бьют. А пеньки-то посильнее, чем паучки. Их меньше, конечно, но... Это дополнительный фарм. Еще и Денайт своих. И Ирспирит на подмоге также работает. На нижней линии давайте переместимся, посмотрим, что здесь. Здесь пока что у Исфо все в порядке, причем в полном. Но думаю, что до поры до времени, потому что все-таки Герокоптер это очень неприятный герой на линии со своей вот этой ракетой. И вот уже она пошла. Там сверху тоже начинается выход, сверху погоня. Забирают, значит, с профита. Здесь Исфо. Исфо выживает. Не стали за ним гнаться, рисковать выбили из него. Все хп и решили, что на этом хватит пока что. Это ведь только первая ракетка и первый бараш. Ракета будет качаться, бараш будет качаться и Примастеру будет все сложнее. Ну, Исфо стики заряжает, что самое главное. Уже так очень прям быстро у нее бишь. Не знаю, я в Нутейло все еще верю. Да, его загнобили, но Бруда с герой, которого потом все равно будет трудно останавливать. Именно вот, значит, профит уже армию пауков не остановит. И одна ошибка, в тебя эти пауки вгрызают, и Спайдерлинг залетает, и ты уже, возможно, погибаешь. Внизу атака снова на Исфо. Используется стики. Они его спасают, и Исфо выживет. Но, да, вот проблема в том, что тебе надо идти на базу, а ты потеряешь миллиард времени. С другой стороны, у тебя тут пачка крипов сейчас под тавр пойдет. Посмотрите. То есть, и уходить на базу тоже будет как бы глупо. Приходится тангусиками отъедаться понемножку, потому что уходить это была бы ошибка. Заметили на скане передвижение Расперита, выходит туда Туск, проверить, что происходит вообще. Ах, фу, уже Курьера не убивает никак. Он же летает, как вы видите. Третья минута игры позади. Ну, видимо, пытается найти момент, дабы на резолюшн напасть. Ну, да. Но это будет сделать непросто. Всегда здесь находят узко. И вот, нашли Ахфу. Попытка закрыть шардами. Сноубол дальше. Так, чисто для Хараса, не более того. Рядом еще и Флай. Хотя, слушай, с Флая можно убивать. Флай, есть ли ботинок? Ботинок есть. Ахфу без ботинка. Но Ахфу в очень крутой позиции. Он стоит на хайграунде. Джеракс получает статик линк, получает булыжник. Еще и шамана задеваются. Айзершок. Ну, и Джеракс погибает. Супер получает 87 урона и получает убийство. На топе уже Нутейл начинает доминацию откровенную. Один на один против значит профита не так уж и трудно стоять. Не важно, если у тебя инвестор или нет. Главное, что пауки работают. Ну, что по таверам начинает и хрипов есть, и активно пушить брудмазер. Так, ну-ка, тихо там. В чате никто ничего не видел. Все было нормально. Не знаю, в чем проблема. Смотри. Ах, да ладно. Да ладно, ушел. Ушел, значит, профит на хп, не знаю, 50-40. Да, в общем, здесь брудмамка начинает его потихонечку напрягать, скажем так. Нужна более активная помощь. Разор. Разора пингвином забирает таск. 2-3. Ну, так начинают давить, и с этой брудой нужно срочно что-то делать. Потому что профит... Да, ты пока ничего не сделаешь. Ты ничего не сделаешь в данный момент. То есть, да, бруду вначале загнобили, это круто. Но у него, извините, у него не было жуков. У него не было вариантов. Сейчас он имеет все. Сейчас возьмет себе слой ринг. Довезет, начнет с помощью курьера. И жизнь будет казаться просто отвратительной для LLF. Война в центре супер снова высасывает урону Резоля. На Резолю пока непросто. Там еще раз перед себя за спиной нужно быть крайне аккуратным. Не факт, что тебе помогут. Забавно, конечно, что Нотейл вообще без шмоток при этом абсолютно. То есть, у него просто топор, и он уничтожает на линии. Используется Смоук. Джерекс вместе с Резолюшеном. Телепорт на центр. Еще от Начис Профит. Ой, как может круто для АУГ-то получиться. Это такой настоящий, знаешь, байт. Но правда, выживет ли Флай? Флай пытается уйти. Может быть, есть смысл дать хотя бы связку. Флай просто убегает. Погибает Начис Профит. Есть Сайланс. Попадает по двоим. Но супер отсюда никуда не отпустит. Погибает супер. Еще и приходит Дизраптор. Ой-ой-ой-ой, ДДС. А в чем идея твоя, друг? Флай рядом. Говорит, парни, есть связка. Сейчас бы зацепил. Летит еще в придачу и Фрозен Сигл. Но уже ДДС слишком далеко. 2-5. Бруда при этом на топе фрифармит. Мы помним, что только-только Начис Профит сделал телепорт на центр. И все. Седьмая минута. Башни нет. Пожалуйста, Брудмазер. У команды уже. Да, это очень неприятный момент. Должны были на миде забирать героев. Если бы выиграли Драку, все равно все бы так здорово не было. Потому что Бруда все равно на топе слишком хорошо себя чувствует. Продолжает напрягать Начис Профита. Но Тейл здесь просто уничтожает. И, в общем-то, учитывая, что при этом проиграли Драку на миде, а Бруда еще уничтожает топ, проигрывается сразу две линии. И только снизу все более-менее нормально. Но здесь уже Брюмастер шестой. И его забрать не получится. Поэтому он просто спокойно стоит. Продолжает кидать пиво. Успевает дать ракету. Но Брюмастер использует свой ультимейт. Укатывается от него Роспирит. Полетел камень Роспирит. Поднимают Геррокоптера в воздух. Что здесь попытаются сделать? Но мне кажется, Геррокоптера-то вряд ли заберут. 15 тиков. 15 тиков прожимается. И сейчас будут гремсомать Брюмастера. Нужно поднимать Дисраптера. Нужно поднимать его. Брюмастер. Но рядом Шаман есть. У него даже есть связка потенциальная. Но здесь был плюс один. Туск от рук Супера. Здесь же атака продолжается. И Брюмастер, разумеется, погибнет. Воюй, до конца. Попытку бить Ахфу. Ох, как же близко там было. Ахфу остался там на один удар. На самом деле от Брюмастера. Но обошлось на топе, Бруда. Ребят, вы в курсе, что происходит? Только что играл. Седьмая минута. Башня упала на восьмой по ДТ-2. За минуту Нутейл забрал башню. За минуту. Да, ластпик Бруды в итоге был слишком крут. Вот, как мы видим, Резолюшн забирает еще на центральной линии Супера. Но здесь гораздо более интересная вещь происходит, потому что падает Тер-3 на восьмой минуте игры. Да уж. Вот эта Бруда здесь наворачивает. Теперь уже пеньки не могут справиться с пауками. Их слишком много. И каждый пенек это потенциально только новый паучок. И, наконец-то, перетягивается Герокоптер. Но у Герокоптера только второй флэг. Вообще нету артефактов. Он за этот флэг не факт, что вообще пауков убьет. Огромная проблема. Что сделать с этой Брудой? Как с ней вообще бороться? А если она купит себе сейчас какие-то артефакты страшные? Наш центр. Готовится выход. DC. Shadow Rays тут в раз. Два. Третий не потребуется. Еще Сноубол. Значит, Профит получает связку. Связку моментально сбивают. Хороший булыжник на резолюшн с ДД. Хекс сверху. И погибает иначе с Профит. Еще дальше на Рейзера. Шарды, но слишком глубоко. Не стоит так у Джи идти. Тут можно и нафидить. Очень круто пеньками иначе с Профит контролирует. Что это? И реально круто играет иначе с Профит. Просто не дал вообще пройти ни сантиметра. Джерекс в итоге на Сноуболе уходит. Все в порядке. Но было очень красиво. Бруда перемещается на центр. Натайл говорит. О, вижу башни. Надо попушить. Герокоптера пока вообще в игре нет. Он что-то там внизу на топе побыл. Но по факту там кроме ракет пока себя не показывает. Даже у тимейта что-то его не припомню. Может он был, конечно. Как в это, как с детьми с маленькими играют. Закрыли глазки. Есть башня. Открыли глазки. Нет башни. И вот Дистраптор. Сладкий буболе. Максимальный. Булыжник. Плазмафилд. Смотри фарма, сколько рейзер-то получил. Я думаю там 150 золота точно взял. Внизу. Видит значит Профита. Говорят парни, 5 смертей как-то маловато. Можно оформить шестую. Сноубол. Здесь же СФО. Сноубол покатился. Шаман сверху. Но это без шансов. Да, чё-то как-то... Честно говоря, в прошлой игре даже поярче были шансы команды Хоум здесь. Очень здорово реализует свою стратегию. И пока что никакого ответа нет. Если мы посмотрим на раскачку. Вот чем можно забирать пауков. В данный момент у Разора второй плазмафилд. Этого не хватает. То есть будь он четвертый, хотя бы можно было. У Гирокоптера второй флэг. Этого тоже не хватает. Ну, Тейл. Очень хочется его забрать. Но он даже не топ-нетворк, кстати говоря. В своей команде. Он просто слишком много неприятностей делает. Хотя он не топ-нетворк. Пауки выживают. Бруда их очень грамотно отводит. Сидит здесь. Инвиз не работает, но... Ну, точнее, его теперь нет. Но зато можно просто сидеть и вот так вот передвигаться. Его находят. Ну что? Да, и очень четко, как у пришел. При этом Нотейл прячется. Ставится в арт. Вот раз Нотейл теперь точно не уйти. Глимсует назад. Есть Кинетик Филд. Начинают бить монет. Один Нотейл против всех. Ультимейт будет ли нажимать, пытаться что-то сделать? Нет. Даже не пытался. Нотейл погибает. Почти четыре сотни для Ахфу. Но это больше. А УДЖ внизу готов пушить. Больше денег они там получили, потому что там же все пауки погибли еще. Там было огромное количество пауков. Их разбомбило самолетом. Гирокоптером. Его ультимейтом. Но... На самом деле УДЖ сейчас могут пойти на Т1. Они уже это делают. Они могут пойти дальше на Т2. И за счет Шамана попытаться собрать и вторую башню по нижней линии. То есть ничего им не мешает это сделать. Что там, кстати, говоря о Шадоу Финда? Резолюшн. Ага. Просто решил выходить после барабанов. В Блэкен Бар. Довольно быстро. На центре. Выход монета. Монет. Но надо дать шварды хорошие. Шварды хорошие. Шадоу Рейс раз-два. И пара ударов погибает. Гирокоптер. Unstoppable Resolution. Сегодня он и правда в ударе. Спруты ставит. Он там булыжник очень удачно полетел. Есть глимс. Глимсует назад. Кстати, Шторм. Нужна помощь. Если Сноубол, Сноубол в кулдауне. Шадоу Финд погибает. Взрывает ДДС. Урона не хватает после смерти. Ну а внизу, как видим, Флай. СФО уже подходит к Т2. Бутли ставит Змейки. Да, Змейки ставятся. Начинается попытка забрать еще одну башню. Слишком много сил тратят ЛФВ на эти фраги. Да, они забирают фраги. Но это чаще всего размены. Либо фраги там один против пятерых. Вот сейчас забирают Разора. Посмотрите, как OG забирают фраг. Они просто приходят. Забирают фраг. Параллельно пуша вышку. И при этом только три героя здесь занято. Бруда фармит. СФ. Ну, пока что СФ в таверне. Но если бы он не был в таверне, он бы тоже фармил. А как забирают фраги ЛФВ? Они сейчас всей командой сюда будут перетягиваться. Выход на Брюмастер. Он сразу же съедает. Ёлку его возвращают. Пошла ульта. Гирокоптер. Неплохо. Залетает ракета. Забирают. Можно подобивать змейки. Главное не умереть от этих змеек. Ну, более-менее получилось на самом деле. Забрали Брюмастера. Но Брудмазер уже на топе. Уже ломает Тер-3. Все, минус Тер-3. Тринадцатая минута. Можно ломать шрайны. А вы представляете, что такое? Остаться без шрайна на тринадцатой минуте. На пятнадцатой минуте. Это же очень сильно ослабит тебя. Это даже не то, что деньги. Это контроль карты. Ты не можешь делать телепорт. Ты не можешь быстро прийти там на Рошана, условно. Ты не можешь быстро прилететь на счет фарме. Да. Ну, конечно, и деньги. Конечно, это тоже важно. Раньше еще больше денег. Мы помним, как только эти шрайны появились. Давало дота. Еще чуть поменьше. Но, тем не менее. 7-14. Восемь тысяч преимуществ ОУДЖИ. Я думаю, что ОУДЖИ хотят как можно скорее эту игру закончить. Затягивать прям в какой-то лейт не стоит. Но все-таки это гирокоптер. Гирокоптер 6 слотов. Он реально может справляться со всеми. Да. И бруда не будет так полезна. И пауками в целом. Да, и бруда не будет так полезна как раз-таки. Потому что пауки будут лишним кормом. Хотя пока что... Ну, тут очередная смерть от профита. Какая у него там уже статистика? 1-7. Это боль. Самая настоящая. 3-400 нетворс. А ведь профит это герой, у которого в принципе не особо есть какие-то крутые спллы. Которые могут просто с уровнем там что-то делать. Ему нужны шмотки. Находят бруду, правда, сейчас. Закрывают брудмазер. Дают ей сайленс. Нужно помочь. Рспирит до конца. Все. Хорошо. Есть сноубол. Хороший, тем более, сноубол. Но вот Эйл получает кулдаун. Он все-таки погибает. Пытался, как понимаю, отъедаться от крипов. Но не получилось. Но еще и змейки. Ой-ой-ой. Ну, змейки сейчас много дают денег. Да, это очень хорошая была сейчас атака. И очень удачно подключился гирокоптер. Свой ультимейт поставил. Шамана убили, бруду убили. И вышку сейчас заберут. Это чуть ли не лучший отрезок сейчас для Лофлай. Им сейчас очень важно побыстрее набирать свои арты. Ну, хоть что-то взять. Четвертый плазма филд уже хорошо. Хотя пауков теперь можно убивать. Ну, вообще, пока что суппорты делают очень много у ДДС. О, у ЛГД. ДДС. Бремастер врывается. Есть ульта. Пытается уйти на телепорте. Уходит на телепорте. На чирспрофит. Стянули еще соперника. И теперь отступают все вместе. Ну, вроде более-менее выправили ситуацию. Если это можно так назвать, конечно. Учитывая, что там ЛСФ у БКБ, а у бруды 3200 в кармане. Неужели хочешь себе купить Нутейл этот Рэддианс? Либо может какой-то Оркит может выйти? То есть тут вариантов на бруду, что купить достаточно много есть. То есть вот когда ты имеешь доминацию, там что? Можешь Дезолятор купить, можешь Оркит. Можешь купить себе Рэддианс. А там уже думай. То есть по такой игре может быть и Дезолятор можно было себе позволить. Для того, чтобы именно пушить. Дальше продолжать вот это вот наступление по строениям. Давить, давить, давить. Ой-ой-ой, тут слушай Смоук. Сетка идет на ТЛ. Внизу просто начиспрофит. Как мы видим, там пытаются сплетить. Параллельно купился медальон Брейсер. Уровень 9 имеет. Смоук нажалел у Фуайна. Такой Смоук скорее защитный. Ожидают оппонента увидеть, чем сами хотят идти куда-то. Они может быть хотели зайти на корку. Но увидели сетки Бруды. Поняли, что Бруда уже здесь. Ставится хороший варс сейчас. Правда спалили Дисраптора. Будет ли на него выход. Бруда уже бежит с Дисраптором. Знает, насколько это неприятно для него героя. Да, все, Дисраптор здесь. У него нет ТТП. Хотя, просто его оставили. Чудом. Дисраптор уже все. Он там уже писал завещание. Но оказалось, что он жив. Оброняются ЛФай. Очень плотно их подпушили. С этой Брудой. Такое мобильное все. Еще и УСФ и БКБ. Вот если бы он взял себе какой-то другой артефакт. Он был бы там по мобильнее, по опаснее. Но его бы так сильно не боялись. А здесь он взял себе БКБ. И ты смотришь на этого УСФ и думаешь. Ну и что с ним делать? У него уже и Яша лежит в стэше. Скоро они тоже себе давят. Будут намного быстрее передвигаться. По карте. Плюс ко всему барабанщики. То есть он очень быстрый. Если надо куда-то браться, прямо он за пару секунд будет на месте. Так. Что у нас по Нутейлу? Все-таки Рэдди. У нас 4-100. У него на данный момент. Курица. Курьер. Пучки бьют Курьера. Курьер против Пучков. И это минус Пучки. Расперед. Сыграл. Да. Так. Магазин. Закройся. 40% получения опыта берет Туск. Ну, в общем, понятно, талант очень приятный. Побыстрее взять все остальные таланты. Побыстрее замаксить себе и Сигил, и Сноубол. Как-то не спешит Нутейл вести Курьера в Секрет Шоп. А чё, куда спешите-то? Игра только начинается. Игровой день. Всего-то 60 урона. Кому это нужно? Ну, должен купить тогда здесь, окей. Но он просто не спешит. Он вообще не собирается. Может, еще думает. Может быть, что-то другое взять, а не этот Рэдианс. Пока ставятся Змейки, используется Медальон. А у Рошаду Финда ребята забирают Рошана. Покупают себе еще Бримастер Вледмирс. Прям такой настоящий полезный Брим на команду. Вледмирс и Блинк. И Рошан падает. А Игис. Ну, можно отдать Резолю, можно Нутейлу. Отдают Резолю. Ну да, Резоль-то, как бы, более уязвимая цель. Хотя у него БКБ. Да, непонятно, кто уязвимый. Куда все-таки такой герой. Учитывая наличие БКБ, действительно непонятно. БКБ появляется у Рейзера. Я уже вот подумал, и учитывая, что там тоже быстрые БКБшки, может быть, какой-нибудь нулифайр можно было купить. Но, на самом деле, ранний нулифайр в лейте, он, конечно, будет полезен. Но ранний нам не нужно. Скорее, Рейдинс. Дефит свой Тир-2. Тем временем идет сплит легкий от Гирокоптера. Ну, он так получает дополнительный фарм хоть какой-то, потому что всем в пятером защищаться здесь не стоит. Эту вышку точно отдадут ЛФай. Это просто дело времени. Они постараются сделать так, чтобы подольше она падала. Ну и дальше там плазмофилдами отспамливаться, флэками, ультами профита, камнями. Всем чем угодно, чтобы не давать зайти на ХГ сопернику. Т-2, я думаю, есть смысл отдать. Не совсем выгодная позиция. Откидываться, конечно, суперплазмофилдом, но Т-2 все равно падает. Резолюшн и с Аэгисом, с БКБ ему вообще наплевать. Попытка заденаятся от Дизраптор, что ж очень самонадеянно. Не получилось. Попытка не пытка. Радианс летит. Да? Да. Радианс и с Энджин Яша. ОСФ будет. Заряженный Резоль. Ну, момент истины. Сейчас нужно эту верхнюю линию как-то отстоять. Ну, хотя бы милишный барак. Ладно, рейнджовый уже будет очень тяжело. Гирокоптер при этом фармит. Да, ну вот гирокоптеру очень тяжело, потому что здесь шрайн рядышком, и он боится. А у них шрайнов нет. Ему там вообще никто не поможет, если что-то начнется. Сэв заходит. Делает кусь барака рейнджового. Укрывается. Брюмастер, но тоже получает стан. Ой-ой-ой. Отличная игра. Так, фу, и Брюмастера спасают в последний момент. Правда, Флай может погибнуть. Да, Флай погибает. Закатывается Брюмастер. Успевает ультануть. Нет! Нет, успевает. Все-таки забирают Джерак. Брюмастер разулетился. Разор там против Бруды и Сэфа. Один против двоих. Нутелл пытается его доесть, но не доедает. Резолюшн запирают отлично в спруты. Попытка доесть Нечерс Профита. И Нечерс Профита доесть тоже не получается. Бруда минус. Ее забирают Тер-4 вышки. И нужно дефить бараки. Летит ракета. Бараки живы. Сэф вынужден отступать. И он сейчас может погибнуть от ракеты. 400 хп у него. Вынужден сжать БКБ. Ну и не факт, что уйдет Резолюшн. Да, он понимает, что надо телепорта кстовать прямо сейчас. А то там мог бы прилететь Нечерс Профит. И непонятно, как бы все это закончилось. Ну, такое. То есть бараки они забрали. Барак зарегенится. Бруда погибла. Очень тяжело было Брюмастеру здесь. Как же не просто было мультимой дать. Да, ну ребята пошли прям дайвить. Т-4 башни очень больно бьют. И прям получил он пару плюх, погиб. На самом деле Брюмастер... Вот доля секунды, и Брюмастер бы тоже умер. Потому что Дисраптор поставил ультимейт чуть-чуть поздновато. Если бы он поставил прямо на Сноубол, зная, куда прикатится Сноубол, Брюмастер бы тут же погиб вместе с Таском. Хотя и даже так он сделал довольно-таки мало. Бараки забрать не удалось. Змейки, Аегис не потратили. Потратили заряд БКБ. Куча героев погибла. 6 тысяч остается преимущество. Это уже не так много. Попытка съесть инфлейма. Нет, инфлейм здесь. Уходит. Покупает меку себе. Ну вот LFY, да? В какой тяжелой ситуации. Но если сравнивать с теми же Юхом, которые в прошлой игре ничего не смогли сделать, здесь прямо до конца. Ахфу на реакции вот этот станчик выдал. Зацепились. И дальше уже по накатанной пошли. Ну можно сказать, что мини-комбэк уже произошел. Потому что когда они проигрывали, там им снесли Тер-3, они проигрывали почти 10 тысяч на 15-й минуте. Это было очень много. Сейчас они проигрывают 7, и сейчас уже 22-я. Уже полегче. Хотя все равно они еще позади, и нужно еще очень-очень много времени, чтобы они в эту игру вернулись. Ну или одну траку выиграть. Хорошую. На, игра затягивается. Бруда после R11 дальше еще эти блокенбар. Да, блокенбары нужны всем корм, да и брюмастеру не помешал бы. Мы видим, что уже поставил себе С4 его. Крюкбай на центре. Есть Смоук. С4. Очень крутой позиции. Смоук развеян. Выходит Шаман. Дает хейк, сдает змейки. Очень круто сделал. А вот брюмастер... Ой, как провалил-то С4 врыв. И клэп никуда. И в итоге Сайленс получил. Поэтому Шаман погибает. Змейки стоят. Змейки не особо-то и полезные. Но если была бы здесь драка, она должна была бы здесь, то они бы давали урон. Но по факту урона 0. И вот же, возможно, вообще смысл уйти отсюда. Стоит отличный вард, который видит саппортов LFY, но страшновато на них лезть. У бруды нет БКБ. И LFY также вынуждены отойти, потому что верхняя линия пропушилась. Ну нормально, забрали Шамана, минус ульта. Это все неплохо. Выигрываю для себя еще немного времени. Айгис кончился. Немножко может посплетить. Пропадает. Тем более Айгис, да, шедуфинт. Уже говорит, парни, давайте, наверное, и бабочку дофармли, только тогда пойдем. С бабочкой как-то будет покомфортнее, учитывая, что там МКБ даже в планах ни у кого нет. Геркоптер только-только дофармливает БКБ. Хотя, конечно, БКБ будет решать. То есть реально, сейчас монет с БКБ будут с БКБ супер. И что с ними делать, не совсем ясно. Как быстро убить? Никак. Ты быстро не убьешь. Ну, СФ, в принципе, разберется с Геркоптером, потому что у него просто на... На сколько тысяч? Где Геркоптер? На 6 тысяч больше. На 6 тысяч это много. С Разором тоже можно разобраться. Пока что. Ну, конечно, БКБ против Брюмастера того же будет работать очень хорошо. Против Вруды, против Радианса ее. Тем более, у Вруды у самой пока нет БКБ. Берет уроны Shadow Race. Такой максимальный атакующий билд. И вот они, паучки, которые уже начинают страдать. Ох, как хорошо Сайлансом подфармил. Еще нескольких штук. Это все деньги драгоценные. Мы смотрим с тобой практически 25 минут, как защищают свой хайграунд. Ну, может быть, не хайграунд, но они вторым номером. Их давят по всем линиям, по всем фронтам. Но, по-моему, это первый раз, когда они более-менее выбрались сейчас и вглотнули немного свежего воздуха. Ну, вот уже Resolution-то и с Бутерфляем. 21 уровень. Талант взял себе на Shadow Race урон. Вот прямо сейчас Resolution готов вообще все убивать. Его очень трудно убить самого. У него и ХП много, и Блокенбар есть. Аккук проверили Рошана. Как же много Рейзи дамажат сейчас. Да, больно, больно бьет. Ну, и смотри, тут Смок. Элла Хуай. Элла Хуай. Попытка зайти за спину. Но Тейл Блокенбара все еще нет. Но Тейл опасно врыв на Нутейла. Есть булыжник. Есть колдаун. Но Тейл очень больно. Но Тейл моментально падает вместе с Флайм. Это уже минус 2. Запильничает профит. Он уже радися один. Никакой импактент. Resolution всю драку пытается убить по сути одного супера. Заканчивается Супер Блокенбара. Пошел статья Клинк. Resolution понимает, что лучше уйти. Блокенбара больше нет. Реквим нужно просто Resolution может быть дать. Убивает мана. Это идет Resolution. Дальше убивает еще одного. Это уже трипл килл. И отлично. Сноубол. Последний момент. Резоль живет буквально на 100 хп. Получает урну. И делает команду OG минус 4. Не самая простая драка. Бродмазер в этой драке вообще ничего не сделала. Внесла там буквально пять сотен урона. Ни одной кнопки не использовал Nutail. Но благо Resolution оказался жив и смог своего героя реализовать. Бродмазера срочно нужен Блокенбар. Рейденс по факту оказался не таким уж пока и полезным. От него импакта ну немного. По крайней мере он не очевиден. Ну Resolution слишком сильный. Он даже без рейзов с руки передамаживает того же Гирокоптера. Если ничего не сделать. Да и Дисраптер еще погиб. Не успел дать ультимейт по-моему свой. В итоге лишаются сейчас бараков скорее всего. Ну здесь проще отдать. Вряд ли смогут задефить. Хотя может быть как-то на отступлении попробуют поймать Резоль. Ставится на него Сайланс. Резолю могут убить. Хотя сейчас будет Блокенбар. Очень вовремя появляется БГБ. Не дождались. Надуйте. Надуйте. Все нельзя здесь наглеть. Resolution все-таки без Сатаника. Там без Аегиса. И не факт что его отпустят. Хороший панч от Джерекса. В итоге Джерекс продает себя. И то не факт. Какие жарды-то грамотные. Толкает тебя через пруты. Уходит назад. И все выживают. Забрали Барак. Ушли. Молодцы. Джерекс конечно за эти две игры сделал очень многое. Посмотреть на его Таска. На его Титана. Все делает на высшем уровне. Вот эти вот шарды. Которые выталкивают из прутов. Серьезная довольно-таки ошибка от Делов Фай. Полезли драться. Учитывая что не было Гирокоптера, Разора. Могли просто отдать сторону. Отдали еще плюс. Ну очень не хотели Барак отдавать. Все. Барака теперь нет. 12 тысяч преимущества. И сейчас Рошан. В случае если УДЖ забирают Рошана ЛФА оказывается в тяжелейшей ситуации. Непонятно как вообще и что будут делать. При этом Блэкинг Бар почти готов у Нутейла. Это тоже очень большой бонус будет. Теперь его будет быстро не зафокусить. Ну а все-таки там нюки очень серьезные. Распирит и Дизраптер и Гирокоптер которые реально бруду просто убивали. Ты не успеваешь элементарно на ультимейт использовать свой по назначению там быстро как-то восстановить свое здоровье. Нет. Несмотря даже на какой-то нереальный лайфстил. Теперь такой проблем не будет. Продолжает значит профит сплитить. Форстав, Солар Крест, Мека, Барабаны. Не самые лучшие конечно арты для того чтобы нормально сплитить. Но как есть. Уже для драки. То имеем. Да. Ну понятно что такое. Значит профит. Максимальная поддержка для Гирокоптера для Рейзера. Там Солар повесил Меку Далбу Романчики нажал и уже вроде импакт выдал. Скажем так единственный шанс для ЛФС сейчас быстро если они кого-то хотят убить если они каким-то образом быстро убьют Резолюшена это может дать им шанс. Потому что даже если они быстро убивают Бруду или Брюмастера или любого другого героя Резолюшен 21 тысяча Нетворса непобедим на СФ тем более почти 25-й возьмет себе какой бы он здесь талант не взял на самом деле он будет очень страшным наверное возьмет души дополнительно точнее урон за души плюс 3 это довольно много считаю что и так он Гирокоптера там разбивает лицо за счет ауры за счет урона а без БКБ если Гирокоптер остается то это вообще видели какой урон там Скайлов то есть он наносит 450 Скайла а следующий уже 530 Рейф на сентре на Флай Флай Статик Шторм на него сверху очень много способностей потратили на флай Флай это убили что делать дальше ДДС пытается убежать Резолюшен теряет очень много урона его толкают окей Резолюшен попытка убить супер но Резолюшен еще и с лоу граунда еще и без урона пытается бить супер это выглядит очень смешно Резолюшен спрутах не может уйти никуда нужно отсюда просто бежать рядом и шрайн но он не активен придется идти на базу Джеракс погибает Резолюшен убежал просто назад драка продолжается но Тейл под ультимейтом пытается играть супер супер скоро появится снова Статик Линк поднимает торнадо Рейзера но Тейл видит Нечис Профита не может пройти к нему дает еще одну сетку Спайдер Линк значит Профита должны здесь убить спруты есть через секунду есть форстав вот он форстав вот они спруты попытка сделать телепорт но Тейл здесь но Тейл делает убийство параллельно Бримастера заканчивается ультимейт попытка здесь драться один против трех полетела ракета С4 Тандерстрайк висит на нем подходит Нутейл очень побита супер супер и Статик Линк но Нутейл идти тоже сюда особо не хочет ребята кликают прям на Рошана говорит Джеракс парни Рошан есть вы все живы давайте не теряем момент пока у противника нет Блокенбара самое время пока противник идет на базу Регеница можно быстро зайти Розор сейчас вытащил эту драку высосал весь урон из Резолюшена это был единственный шанс и чуть не убили Резоля дабл дэмэдж это минус Рошан под дабл дэмэджем не пойдут драться с СФ да и не успеют хотели бы Рошан падает слишком быстро вроде уже герокоптер здесь близко и врывается флай очень хороший кекс связка сверху есть форстаф есть булыжник булыжник по двоим пытается Ахву просто уйти Резолюшн рядом Резолюшн пытается как можно быстрее до монеты дойти и и все вбирается в хайграунд да хайграунд к сожалению а он ни пангольер прыгнуть не может там пика была на кулдауне буквально пару секунд не хватило ну дд очень сильно помогло сейчас хотя думаю что все равно у джей этого Рошана бы забирали так или иначе герокоптер там бы ничего не сделал да лфе конечно красавцы цепляются из последних сил но у джей слишком сильные и в том числе сф сейчас он очень неудачно попал под статик линк потом еще и на лоу граунде стоял но если драка будет такая что статик линк он разорвет а у него есть пика вот как раз таки для этого во многом и купленная очень удобно рвать статик линк то сф здесь конечно положит даже без сфа фактически в драке они смогли ее выиграть он же ну сейчас резолюшн говорит парни окей блокенбара не проблема реши вопрос говорит нули фаер куплю не самый типичный артефакт я до сих пор еще ой 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 резолюшн пику просто на ракету нули фаер не самый типичный артефакт он очень сильно именно в играх где у противника решает блокенбар в инвентаре то есть мы уже такие игры видели на том же адреналине да по моему как раз таки покупал роджер нули фаер и просто напомню нули фаер дает сайленс именно на предметы то есть если купить в комбинации блатторн и нули фаер это по факту полноценный дум потому что ну блатторн дает муд на способности нули фаером муд соответственно на предметы представляете насколько это сильно да плюс ко всему там и криты даешь и замедляешь каждый удар то есть там настолько много факторов я не знаю почему-то не пытаются ну это дорого нули фаер и блатторн стоит очень дорого это супер лейтартефакт это весь фактически нетворц того же герокоптера блатторн и нули фаер это очень жестко вот но тем не менее единственный конечно минус для сфа в данной ситуации на ком хорош блатторн на каких-то милишниках со станом то есть на санкинге прыгнул дал стан и дал нули фаер если нули фаер дать вот так вот на радиусе может успеть герой прожать так высасывают урон высасывают урон минус ультимейт брюмастера у сфа минус 105 урона и он совсем уже не тот дамагер каким-нибудь хотел в этой драке забирают пандарят а нутейл просто сплитит в это время используется глиф нутейл отходит пока назад нутейл прокачал талант на 15 скорости атаки нажал ультимейт глифа больше нет я думаю ребята могут дождаться даже может быть появление праймал сплита не так много времени это буквально минуту подожди и снова иди и тут понимать ребята что еще шрайн до сих пор стоит каким-то образом да хотя верхний шрайн сломали очень давно просто забыли про него игра настолько хорошо складывается что реально до этого шрайна нет особого дела не та игра где по крупицам собираешь преимущество а ты просто вначале в самом бухнул огроменный кусок этого преимущества и дальше уже думаешь о том как задавить ну конечно нужно было убрать пораньше он в прошлой драке по моему как раз таки там брюмастер мог развалить но добежали до шрайна героя ничего не смогли сделать 1500 здоровью пандам берет себе хотя это конечно тоже не панацея но они станут значительно прочнее конкретно с зеленой теперь будет очень тяжело справиться снова сплитит брудмазер атака нутейл блокенбар ультимейт отжираться на развороте нутейл очень круто отъедается на ту статик линк сноубол супер останавливают но это сплит это жесткий сплит и развод а внизу то уже падают бараки и ничего не могут лфай с этим сделать резолюшн блокенбар попытка убить дидиси дидиси падает просто бить барак барак падает уже внизу упал мельничный барак ауджи отойдут пока у резолюшна нет блокенбара бруду убили да бруду убили но в размен на барак это конечно хороший размен брюмастер кастует ультимейт нет он просто пугает своего ультимейта понимает что пастовать его пока что не нужно герокоптер включает бкб пытается уничтожить всю команду соперника но резолюшн слишком урона резолюшн слишком сильный да очень больно бьет там булыжник уже на фонтан полетел этого урона не хватает но остается лишь два барака у команды луфлай выкупается распирит выкупается нутейл нутейл правда просто на своих двух выкупается и рейзер но барак то упал булыжник резолюшн спроты ставится урона по резолюшну вообще никакого нет эсфо возможно погибнет эсфо крит за критами просто у эсфо напомнимается сыр дают пивко по монету пытаются уйти ставится спроты и сыр используется но помощи не буду эсфо эсфо здесь один нулифа резолюшн купил подходит сюда нутейл блэкенбар нажимает нутейл обрывается на монету монет толкают его пытаются спасти нутейл спадерлинг через 4 секунды появится монет никуда отсюда не идет у герокоптера есть байбэк может покупаться драться до конца попытку убить эсфо эсфо все еще до сих пор живой наконец-то смогли его добить где шедуфин шедуфин далеко а нутейл лесочкой фармится аегисом понял резолюшн ну на самом деле резолюшн он там разор гнался за ним летела ракета за ним гнался разор и он вынужден был убежать чуть ли не вот сюда вот для того чтобы эта погоня остановилась и потом уже ну как бы решил не возвращаться наверное правильно потому что дракта фактически закончилась но снесли полностью верхнюю и нижнюю линию остался рейнджовый баракт на центральной линии камбэк все еще реален но очень маловероятен тем более с такой игрой OG конечно показывают очень хороший уровень и я ожидал от них меньшего в этой игре но они прямо я согласен да прям резолюшн не могу сказать что там резолюшн в соло тут очень важную роль играет джеракс тут и шаман там мы помним эти в рыбу от флая который там и хекс связку давал где заебил там кора но вот прям джеракс и подсейвить и шарды там дать хорошие и панч дать чтобы там тебе спруты не поставили много факторов было насколько туз здесь был полезен ну а шедофин просто 13-1-5 да как в футболе знаешь нападающих всех ценят а там вратарь ну что-то там пропустит или заберет не так важно главное кто забивает голы резолюшн забивает голы пока поэтому вся слава идет ему как Акинфеев который вытаскивает все самые сложные мячи а потом между ног какой-нибудь вообще кахтящийся еле-еле мяч пропускает да никто успехи все принимают как должно особенно когда команда лучше но если ты зафейлишь друг то все готовься ой-ой-ой нашли бруду отлично шикарный статик шторм блэкенбар ультимейт Нутейл надо драться нет Нутейл решил просто уйти хекс на брюмастере сюда подход резолюшн Нутейл пытается закрылся к пулу резолюшн как же больно пробивает значит профита связка отличная на монета монет поднимается в торнадо от брюмастера погибает артспирит ребята без байбеков и понимают что ну все тут уже играет с не за что там еще и на центре бараки падают это мега крипы и это конец Олджи побеждают снова очень хороший старт уже 2-0 у них ойлупай первое поражение и в итоге 1-1 за вот эти вот две игры да ну неплохо в принципе они очень сильно конечно проиграли начало и вот эта бруда их ну Тейл очень сильно сыграл и они были не готовы к такой вот бруде но я бы сказал что ЛФА смотрелись не так уж и плохо то есть такую безнадежную игру они еще тащили сколько времени и там делали какие-то очень хорошие вылазки 2-9 на Чирс Профит но он успел купить и Хекс себе кучу артов на команду но Олджи были слишком сильны если они так будут играть дальше на этом турнире то они вполне могут побороться за победу параллельно идет матч Инфомас и Ехоум это можно сказать матч аутсайдеров на данный момент Ехоум проиграли первую игру Инфомас тоже хотя имели все шансы мы же уходим на перерыв после которого после которого Na'Vi LGD я правильно все говорю? Да на господин MailStorm Na'Vi LGD ждем я расписание уже по времени не смотреть вообще нет смысла потому что начинают играть команды как только они готовы раньше возможно мы начнем намного раньше чем по расписанию стоит матч поэтому да пока просто ждем и после паузы будем смотреть за Na'Vi LGD